Каждый день на дорогах Кемеровской области происходят дорожно-транспортные происшествия. Гибнут люди, получают различные травмы. Так, по состоянию на 20 июня по оперативным сводкам ГИБДД, всего в регионе произошло больше тысячи дорожно-транспортных происшествий. 56 по вине пьяных водителей. И сегодня у нас в гостях старший помощник прокурора Зинаида Александровна Кузнецова. Здравствуйте, Зинаида Александровна. Здравствуйте, Анна. Сегодня мы говорим про пьянство за рулем. Наши коллеги опубликовали статистику, и вот какова она. Каждый десятый уголовник в стране в 2016 году оказался пьяным водителем. В общей сложности за повторную езду в нетрезвом состоянии осудили более 75 тысяч человек. Мне кажется, это какая-то страшная статистика, такие огромнейшие цифры. Это получается столько безответственных людей, потенциальных убийц у нас ездят за рулем. Что касается Междуреченска. Да, к сожалению, на территории города Междуреченска у нас тоже имеют такие преступления быть. То есть не так давно у нас была введена статья 264-я прим, которая именно предусматривает наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицу, которое ранее уже привлекалось и было подвергнуто административному наказанию именно за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то, что с каждым годом наказание ужесточается, к сожалению, автолюбители продолжают управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. И, к сожалению, статистика на территории города Междуреченска говорит о том, что были и со смертельным случаем исходы, когда более тяжкий состав это уже не просто управлял подвергнутым административному наказанию, а именно причинил по неосторожности смерть гражданина. Зинаида Александровна, это лица, которые повторно выехали на дорогу пьяными или впервые совершили данное правонарушение? Был случай, когда лицо уже ранее привлекалось просто к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Ну и также, к сожалению, в этом году уже рассматривали и был вынесен обвинительный приговор лицо, которое по неосторожности сбило человека со смертельным исходом. Каковы действительно реальные сроки? Потому что вот даже наши коллеги приводят такой пример, что из более 75 тысяч осужденных за повторную пьяную езду, лишь около 3 тысяч всего лишь получили реальные сроки в колонии. Наша статистика такова, что если лицо управляло в состоянии алкогольного опьянения и причинило по неосторожной смерти, наказание только в виде лишения свободы. Ну, санкция там разная предусматривает наказание в зависимости от обстоятельств. В среднем 4 года лишения свободы. 2 года лишения свободы в колониях-поселениях. Что касается статистики по статье 264 прим, это когда лицо подверглось уже административному наказанию, но вновь село за руль в состоянии алкогольного опьянения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 тысяч, но, как показывает практика, в основном наши суды назначают наказание в виде обязательных работ. Скажите, а сколько на сегодняшний день человек отрабатывает данное правонарушение? Более 20 уже. Вот это лицо именно от 264 прим, которая, повторюсь, не так давно была введена законодателем, именно лицо, ну, то есть, получается, не осознало все ответственности, что оно совершило. И вновь садятся за руль уже лишенные права, потому что административное законодательство сейчас, статья 12.8, предусматривает наказание за управление трассовым средством в состоянии алкогольного опьянения только в виде штрафа и лишения прав от полутора до двух лет. Но буквально на следующий же год, как показывает статистика, лицо, лишенное водительского удостоверения, совершает более тяжкий состав, то есть, уже уголовно наказуемое деяние. А что говорит статистика в сравнении с прошлым годом? Есть какая-то ли динамика вверх или наоборот? Какие осознанности проявляются больше? Ну, к сожалению, не проявляется у нас осознанность, и лица совершают повторно такие правонарушения. В основном это молодые, от 20 до 40, потому что молодые люди, только получив права водительского удостоверения, вину, видимо, считая, что вот теперь они все могут, правила знают, но и начинают нарушать их, причем нарушают грубо. Выпив бутылку пива, садятся за руль, потому что, читая объяснения, первые мы всегда видим, ну, выпил пиво, поехал, либо на утро останавливают сотрудники полиции, сотрудники ГИБДД. В объяснениях мы часто видим о том, что, ну, вечером выпил, утром сел за руль. Ну, результаты экспертиз показывают обратное, то есть степень алкогольного опьянения иногда просто вот зашкаливает, и просто наши автолюбители не понимают о том, что они подвергают, прежде всего, опасности свою жизнь и, конечно же, окружающих. И мы всегда говорим при повторной сдаче экзаменов, при повторном получении, это будет очень сложно, потому что степень алкогольного опьянения, она всегда разнится, да, если человека поставили на учет, и он, есть же и наркотические опьянения, такие случаи тоже выявлялись, и вот органы прокуратуры, мы именно выходим с требованиями о лишении таких лиц, в случае, если они получили когда-то права, а потом были выявлены о том, что они состоят на учете, либо за то, что там хронический алкоголизм, либо наркомания не имеет права данные граждане управлять транспортными средствами, и прокуратура города и в прошлом году, и в этом году выходили с исковыми требованиями о лишении прав на управление транспортными средствами. Насколько они осознают свою вину, насколько готовы искупить и не повторить это дважды, трижды? Ну, поскольку сейчас, возвращаясь к проблеме, иногда транспортное средство, это не просто как средство передвижения, у многих непосредственно основное место работы связано тоже с управлением транспортными средствами, и если водитель лишен прав, то, соответственно, он лишается и работы. То есть и об этом призываем гражданам, разъясняем о том, что, ну, личный транспорт вы решились, кто-то может сказать, ну, теперь меня супруга возит, а для кого-то он работал водителем, лишается работы. Это очень жестко законодатель к требованию о перевозках граждан, перевозках детей. То есть очень жесткие требования, и контроль осуществляется, конечно, и как сотрудниками полиции, так и другими службами, ведомствами. Что он был пьян, это действительно надо сначала, чтобы алкотестер показал, да? То есть недостаточно одного взгляда, что машина виляет с стороны в сторону. Вот как в этом отношении? Потому что, я знаю, многие просто отказываются категорически. Вот хотела бы еще и разъяснить, кто отказывается, то должен понимать, что у нас есть статья 12.26, которая предусматривает отказ от прохождения медицинского освидетельствования. То есть санкция такая же, как за управление в состоянии алкогольного опьянения. То есть если ты отказываешься, то ты уже признаешь тот факт, что ты выпил. Санкция также, повторюсь, 30 тысяч и лишение от полутора до двух. А если говорить о профилактике, достаточно ли ее? Мы видим, что в неделю несколько раз сотрудники ГИБДД устраивают массовые рейды, выезжают в патрули ночные, дневные. Я считаю, что нужно отдать должную оценку сотрудникам полиции, потому что своевременное выявление, пресечение таких фактов, ну, конечно, будет влиять, я думаю, на положительный результат. То есть нежели мы будем там вот какой-то рейд организовать, раз в месяц выезжать, а, к сожалению, водители в состоянии алкогольного опьянения, ну, практически ежедневно выявляются. В неделю это практически около, ну, десятка больше, чуть-чуть меньше, но для маленького города это большие цифры, большой объем. Страшно о том, что выявляют уже несовершеннолетних, которые тоже, к сожалению, в состоянии алкогольного опьянения за рулем выявляются. Административная ответственность наступает с 16-летнего возраста, но если ребенок не достиг 16-летнего возраста к административной ответственности, к тому же самому штрафу папу не лишат за то, что сын управлял транспортным средством, но штраф 30 тысяч будет оплачивать родитель. 30 тысяч штраф, ведь это большая сумма, но ведь многие еще и копят долги. Влечет наложение ареста до 15 суток, либо в двойном размере штраф. Если лицо уже подвергнуто было административному штрафу в сфере безопасности дорожного движения, не оплатило штрафы, но закончился срок лишения права управления, то повторно получить права, не оплатив вот эти все штрафы, ну, будет очень сложно. Если там 10-15 лет назад штраф оплатил и продолжаем дальше, то сейчас, во-первых, если лицо уже было подвергнуто, выводов не сделало, вновь село за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, то здесь уже уголовная ответственность наступает по 264-й прим Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну и хотелось бы обратить внимание, что должны прекрасно понимать, что к транспортным средствам у нас относятся это не только автомобили, но это и мотоциклы, потому что уже была такая статистика, когда у нас управляли в состоянии алкогольного опьянения, управляя мотоциклом, повторно совершали, управляя мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. Что можно пожелать нашим водителям? лет, активный отдых, почти все за рулем. Ну, никогда не садиться за руль, даже если выпив, как многие считают, что выпили бокал пива, и ни в коем случае, как всегда, мы говорим, берегите себя, берегите своих близких, не садитесь за управление трассовым средством в состоянии алкогольного опьянения. На этом все. Это была программа «Так говорит закон». Продолжение следует...